ну здесь вот получается наш блок мотор 3 у него есть свой экземплярный блок данных по английски instance блок это у нас db 208 но мы ему даем символьное имя 1123 в этом блоке данных хранятся все данные к этому относящиеся к этому двигателю вот этот блок самый 323 используется как бы для других двигателей для каждого двигателя присваивается нужно хранить свои данную да свой дебы был на свой дебы было поэтому у него здесь вот этот применяем блок я знаю который мы выберем молодец так дальше стараться потом в блоке есть входа выхода входа выхода и ну вернее входа потом входа выхода input output и чисто выхода вот входа выхода находится на вот этой стороне ватт ну в принципе в bd выхода на этой стороне входа у нас нужны для того чтобы для сигналов которые только входят в блок когда выхода нужны для сигналов которые нам получается это еще вход input вход и вот это у нас показывает первый показывает вход потом через двоеточие показывает интеджер это какая должна быть величина то есть это тип интеджер подключается тип интеджер целое число это слово мы его пишем либо цифрами 15 либо если мы будем подключать меркер ну какой-то там сможем 15 меркеру присвоить она будет писать м в м в это слово и тоже подразумевает число с двумя байтами это слово из двух состоящий звук байт но это также сама же задержка до на включение вот это следующего устройства это на включение следующего устройства после его запуска после запуска этого двигателя отчитывается 15 секунд запускает но дается команда на разрешение запуск следующего устройства спид монитор это датчик вращения контроль скорости до этого время аварии скажем так для ожидания аварий можно сказать сколько секунд мы ждем так это у нас 100 но все числа начинающиеся на 100 это для датчиков импульсного типа которые работают не очень быстро и программа способна посчитать все эти импульсы которые происходят потом внутри этого блока стоит функция которая определяет 100 из 100 вычитает ну вернее из этого числа я определяю сначала 100 200 300 если она видит что начинается со 100 этому значит для датчиков обычных индуктивных датчиков потом вот это 108 отнимается 100 и остается 8 секунд это значит 8 секунд идет ожидание аварии если за 8 секунд нету импульсов никаких изменений в программе ну вернее датчики датчик никаких изменений не происходит значит двигатель стоит ну происходит авария с остановкой видите и выходит ошибка вот он спид монитор фаут вот сюда вот выход запоминается вот этим меркером 8 секунд это много я стараюсь где-то 3 секунды в принципе экспериментально это нормально 3 потому что на 8 секундах выбивает двигатель защита мотора срабатывает датчик вращения не отрабатывает получается мы греем двигатель греем защиту мотора непонятно для чего хотя но и так понятно ну иногда конечно эти три секунды мешают ну там либо сорвать что-то либо там он под нагрузкой идет он не дает ему тут двояко как бы но зато оборудование более надежно защищена слушала вот получается вот и термал фаут спид монитор фаут они применяются еще то есть они куда-то идут но они здесь вот эти меркеры они потом в одном из блоков загружается блок данных там как же ну короче в отдельный блок который типа в аварии всяких собирают флаги флаги флаг что так называется и он будет по номеру там 207.3 находиться мне вот еще по этим входам выходам и и вот это он и пойдет для визуализации для визуализации пойдет для вот этот вот эта цифра потом он загонится в блок данных визуализации уже с блока данных будет считывать состояние битов вот этих из даст нам ошибку у нас термическая ошибка либо спид монитор ошибку вот это статус вот видишь здесь вход-выход тоже вход-выход но тип байт это один байт 8 битов вот этот статус нам говорит в каком состоянии двигатель 0 это у них 0 получается двигатель стоит на визуализации он должен быть серым этот единица этом включен на визуализации он зеленый и тройка это авария на визуализации он красном море прикольно тонны называется статус состояние устройства вот это тоже вот это сделано но в основном здесь мало где опрашивается но некоторые в основном вот этот статус во всей программе только для визуализации все чтоб на картинке но чтоб ты видел допустим каком состоянии устройства отключена включена и авария у клапана получается на больше состоянии получается один среднее состояние потом включен выключен или включен а третье уже тройка это уже авария получается четыре состояния 0 1 2 3 ну подожди у клапана либо так либо также но есть среднее состояние но когда он между вот когда клапан теперь включается он был зеленый да не включил допустим там открыть программе он начинает открываться у него получается взвешенное состояние остается какой-нибудь у тебя там не зеленый не серый не зеленые каким-то нейтральным цветом должен стать ну когда у тебя допустим закрытого сначала был серый до закрытой потом те становится допустим там бирюзовый какой-то визуализации сделали потом когда он увидел свое состояние открыто он стал те зеленым а когда если он не увидел датчик либо не ушел с высшей позиции ну короче если он за определенное время не не стал в ту позицию которую ему задано программы он выходит в аварию это уже будет цифра 3 со сна я думал смотри либо открыт либо закрыт но там состояние открытый закрытый закрытого авария а это блин между открытым и закрытым ну то есть задержка ну то есть он просто ждет либо так либо так но это очень удобно смотреть вот и как можно определиться в программе двигается не двигается если это прорисовать то можно понять ты допустим визуализация ошибку сбрасываешь он тебя становится зеленым да если тебе одна позиционно это ну там типа ты сигнал пришел пневматика пытается переключить сигнал ушел пневматика отбила и ты смотришь ну ты допустим красным горит ошибку сбросил а он должен зеленого на закрыться на черный да там ты сбрасываешь смотришь на те зеленый поток в среднее состояние а потом через время выпала ошибка ты видишь что он с этого состояния он уходит движение есть клапана значит скорее всего либо механический он не доходит ну либо до датчиком скорее всего ты датчика просто не доходит либо датчик смещен любая механика какая-то мешает ну механическая проблема физическая понятно 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 а вот тут еще раз для особо одаренных вот это основной не не основа это ты понял это когда ты на кнопку это когда ты приходишь в ручной режим и нажимаешь кнопочку в ручном старт вот она для этого нужно этот вход это мама мануально это но он получается покажет для визуализации что три по старт контакт нет это ты даешь команду открыть запустить деньги это в ручном режиме кошка маленькая выходит а он будет работать если вот это общее состояние программы авто и ручной и вот если у тебя программа вот тут будет единица в ручном режиме будет единица ну то есть переключили да если программа именно перешла в ручной режим тогда у тебя визуализации активируются кнопки ручного режима и ты сможешь клацать ручной ты нажмешь старт и появится единица сюда зайдет у тебя сразу на выход он запустится при отсутствии ошибок вот это получается man и man это ты клацаешь но вернее это для оператора чтобы оператор мог в ручном режиме запустить вот этот вот вот этот бы это состояние общей все пора это все равно да это состояние сыромого то что здесь все равно находится в ручном режиме не переведем в ручной режим и возможно это функция авто при этом должен быть отключен но это все как бы другие из других блоках контролируется не может быть авто и ручной хотя принципе можно сделать что-то можно это все зависит от того как ты строишь программу эти цели ты преследуешь как это видишь и так это нужно в производстве может производстве ты в авто работаешь и тебе надо иногда удобно чтобы ты мог какой-то там приводов нас перевел в ручку ручку его его там либо остановил либо наоборот запустил а у нас в авторежиме уже получается этого нет этого не очень много уфинах есть тут нет поэтому все зависит от того как напишется натурал программа так общее состояние авто общее состояние man вот это получается наш в таком состоянии система находится либо в авто любом термическая защита термик это вот термической защиты это вход тут это вход с датчика импульса и что получается пускатель они даже но в этом блоке он как бы так скажем упрощенный тут даже не контролирует состояние состояние пускателя да они его не контролируют но косвенно он контролируется датчиком вращения ну получается все пускатель не притянулся то у тебя по сути никаких оборотов не будет но туда тут за счет контроля двигателя получается и контролируется и пускатель это уже чисто выход на сам мотор это разрешение на следующий блок в цепочке если там требуется если после него кто-то должен запускаться правый клацаем от вызвать блок но если бы мы работали сейчас без пылка можно было сразу нажать монитор и отслеживать его работу грубо говоря это все равно что открыть и включить очки а это просто одним действием вот так как бы открыли и нажали сейчас бочки это было как монету но по сути вот эта функция вот эта функция это у нас получается вот это но и в бы да если вспомнить вот это или это вообще или между вот этим и вот этим это если у нас получает сатир split обычно у нас сигнал себя есть нормально нормально состоянии вот тогда этот контакт ненормально закрытий мне как это этот контакт с нормально закрыто у нас получается не закрыт и тут в итоге получается 0 по сути этот блок можно сейчас перевести матик проект какой-нибудь да сейчас уроки вот это да ну открою вот это блоки но давай в оба 1 и сюда перейдем в стрел вставим термиком не значит такой термик пока я сюда закинем но тут в каждых обоих блоках есть дополнительные еще операторы разные которые там служат там допустим есть время приоритеты но как бы даже может минимальный цикл увидеть но в блок где-то блок времени дата и времени вот в b1 поможешь взять просто отсюда все ты это не случится дальше идем потом просмотришь вот создаем новые эти нам надо создать вот он весь сейчас мы вот это вставили вот нас просто он показывает ошибки он не знает что это за символ на эти единицы нам их надо вставить вот мы берем термик это булевой величины копии мы ставим сюда и говорим что это булл окей и тфаут это уже ошибка два раза можно третий фолл тоже был все переводим вот она вот получается или либо вот этот либо вот эта связка м40 0 это сброс аварии вот этот нормально закрытый контакт получается как посмотри когда у нас термит единицы контакт разрывается ошибка не срабатывает когда у нас термик ну исчезает сигнал не мы его выключаем у нас здесь 0 контакт замкнулся нас проходит срабатывать защита тфаут она срабатывает и сама себя подхватывает через сброс ошибки и таким образом она здесь себя запоминает то что нас блок тфаут у нас потом с блока выходит мышь input output помнишь выход и вход и выход тфаут у нас и поэтому она при следующем опросе блока когда она в блок опять зайдет она запоминается и здесь он уже тфаут она уже если она уже была она в блок зашла с единицей и даже если у нас термик мы вернули назад она нас через вот этот сброс сама себя подпитываю вот когда если у нас термическая защита в нормальном состоянии здесь разорвано и мы нажимаем сброс то мы вот эту связь разрываем и тогда у нас тфаут сбрасывается ну не понял вот его вид в этом сейчас по натверкам прямых ну это просто ну да тут получается это просто нормально закрытый ну да нормально закрытый контакт в бдс и ты лишь либо термиксы с реверсом либо вот это давай сразу приучайся чему-то нам скучай пирожки останавливаем